а сегодня я запишу видео подсказку о том как наносить себе дневной макияж и так начнем и первое что мы делаем это тонизируем кожу лица мы можем взять обычный тоник либо воспользоваться спреем вот такой как у меня марио бодеско мой любимый я наношу несколько спреев и жду пока он впитается в лицо следующий этап это база обязательно под тон у меня это будет крем эмбриолиз французский буквально горошину выдавливаю на руку и распределяю пушистой кистью по лицу по массажным линиям базу наносить обязательно потому что лицо это как холст чем лучше мы подготовим наш холст тем у нас тональное средство будет лежать невесомее и невидимее и не забываем про увлажнение губ бальзам кармакс нам в помощь буквально капельку распределяю на губы берем наше любимое тональное средство которое нам подходит у меня это будет estee lauder double wear nude очень легкий тональный крем и также по массажным линиям от центра лица наносим после того как мы нанесли тональный крем я воспользуюсь консилером мне это будет консилера такая вот таблеточка лосочевого цвета от inglot он очень хорошо прикрывает синяки и ложится тонким слоем при этом дает такой увлажняющий эффект на века если века пересушенная то этот консилер дополнительно даст уход пушистой кистью распределяю во внутренний уголок глаза и слегка под глаз многие жалуются что консилер закладывается в мимические морщинки но хочу отметить что я туда его и не кладу я кладу его во внутренний уголок глаза и свожу к внешнему уголку глаза на нет то есть там его либо нет либо лежит его минимальное количество поэтому там нечему будет закладываться а теперь у нас брови воспользуюсь тинтом от шик она уже идет с пигментом буквально причешь у брови вы сейчас посмотрите разницу вот такая вот уже бровь выразительная стала почесываем волоски наверх а потом просто их сводим в одну линию скульптурируем лицо я воспользуюсь жидким или кремовым скульптором от root косметик напоминаю вам линии скульптурирования это скулы сейчас я положу сначала скульптор скулы линия роста волос овал лица растушевываю скульптор по линиям по которым я его положила здесь очень важно найти линию скульптурирования мы с вами поднимаем прямую от овала лица примерно до середины уха и растушевываем ее и другая скула сильно высоко не поднимаемся но в то же время линию не опускаем чтобы у нас трения была восходящая то есть линия молодости делаем мягкую растушевку по линии роста волос у нас скульптурирование не должно быть видно мы делаем мягкую тень виски обязательно проходим то есть центр лица у нас с вами остается светлым а всю периферию мы затемняем и овал лица и вот уже лицо у меня стало не плоским а скульптурным выразительным и носик девочки я набираю чуть-чуть скульптора на кисть и по крыльям носа прохожу создаю такую невидимую тень которую я тоже растушевываю и кончик носа слегка обрезаю до тем же скульптором следующий этап скульптурирование у нас будет нанесение хайлайтер у меня это хайлайтер от рут возьму пушистую кисть нанесу на скулы до чтобы сделать скулы более высокими на спинку носа галочка над губой чтобы визуально увеличить губы в м когда на подбородке чтобы сделать лицо более свежим обязательно воспользоваться румянами и именно холодных оттенков у меня это будет румяна от инглот лимитированная коллекция джейло я наношу на яблочке их улыбаюсь и буквально несколько взмахов кисти лицо у меня кончик носа становится более свежим и отдохнувшим и все ненужные блики которые у меня есть на лицо я сейчас слегка уберу пудру мне это будет пудр также отрут косметик очень невесомой текстуры который мне сделает лицо матовым все нужные светотени у нас останутся они нужные блики уйдут слегка прохожу кончиком кисти при этом лицо у меня остается также сияющим то что я положила хайлайтер но в то же время ненужные блики у нас ушли наношу немного туши так как макияж у меня дневной воспользуюсь помадой нюдового оттенка возьму карандаш помаду универсальной два в одном в оттенке белладжио это карандаш помада имеет сатиновый блеск я хочу сделать ее матовым поэтому я возьму кисть и слегка припудрю губы и получил матовый эффект и конечно я сделаю финальную фиксацию своего макияжа возьму тот же спред марио бодеско дополнительно увлажнит мою кожу склеить все слои и сделает нанесенное средство незаметными мой экспресс макияж готов